В мае 2014 года на первом канале состоялась премьера сериала Балабол. На данный момент к просмотру доступно 4 сезона этого телесериала. Пятая часть находится в производстве и скоро выйдет на экраны. В этом видео я хочу поговорить об 11 актерах сериала Балабол, которые ушли из жизни. Рекомендую подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. Василия Карандышева сыграл Вадим Дорофеев. Самой заметной работой актера стала главная роль в фильме Сергея Бодрова «Дочь Якудзе». В основном Вадим Дорофеев играл небольшие роли. Всего в его фильмографии 10 работ. Актера не стало 20 декабря 2014 года. Ему был 31 год. Обстоятельства смерти Вадима Дорофеева неизвестны. Михаила Ивановича Балабина сыграл Александр Самойлов. В кино актер сыграл более 90 ролей. Есть его фильмографии как главные, так и небольшие роли. Александр Самойлов умер 9 декабря 2020 года после продолжительной болезни. Актеру было 68 лет. Александр Числов сыграл грабителя Сергея Тюленина. Все роли актера перечислить сложно, ведь их более 250. Практически всегда Александр Числов играл небольшие, но яркие и запоминающиеся роли. 29 августа 2019 года сердце актера остановилось. Он прожил 54 года. Причиной смерти Александра стало обострение пневмонии. Главврача больницы Дениса Аркадьевича сыграл Василий Савинов. Этот актер также был знаком многим зрителям, ведь он сыграл в кино более 90 ролей. Также с 2004 года и до конца жизни Василий Савинов играл на сцене театра «Сопричастность». Актер скончался 19 марта 2013 года. Ему был 51 год. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Андрей Невраев сыграл антиквара Павла Олеговича. Актер не играл главных ролей. Ему доставались небольшие роли, преимущественно в российских сериалах. Всего фильмография Андрея Невраева более 50 работ. Актер ушел из жизни 14 апреля 2018 года. Ему было 68 лет. Владелена Львовича Городницкого сыграл Владимир Малков. Первый раз на экране актер появился в 1984 году, а затем только в 2005 году. За годы творчества Владимир Малков сыграл более 80 небольших ролей в кино и сериалах. 12 октября 2019 года актера не стало. Ему был 71 год. Владимир Чуприков сыграл роль бомжа Харитона. Практически во всех фильмах актер играл небольшие роли. За годы творчества в его фильмографии накопилось огромное количество ролей в кино и сериалах. Владимир Чуприков ушел из жизни 19 сентября 2020 года. Ему было 56 лет. Тимуру Курбангалееву досталась небольшая роль строителя. В фильмографии этого актера всего 13 работ. Он не был известен широкой публике и играл в основном эпизодические роли в сериалах. Тимура Курбангалеева не стало 7 августа 2019 года. Ему было 42 года. Данила Перов сыграл следователя СК Алексея Федоровича Нефонтова. Актер был известен многим зрителям по исполнению как главных, так и второстепенных ролей в кино и сериалах. Часто Данила Перов снимался в кино со своей известной мамой, актрисой Раисой Рязановой. Всего актер сыграл около 60 ролей. Данилы Перовани стало 22 января 2020 года. Ему был 51 год. Причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. Колдуна Максимилиано сыграл Виталий Ольшанский. С 2000 года актер начал свою карьеру в кино. За 21 год в его фильмографии накопилось более 100 ролей. Он играл как главные, так и небольшие роли, которые хорошо запоминались многим зрителям. Виталий Ольшанский прожил 52 года. Его не стало 4 февраля 2021 года. Причиной смерти актера стала сердечная недостаточность. Эпизодическую роль в четвертом сезоне сыграл Сергей Афанасьев. Серия с ним вышла уже тогда, когда он ушел из жизни. Его не стало 19 сентября 2019 года. Фильмография актера насчитывает около 90 работ. Сергей Афанасьев часто снимался в многосерийных фильмах, играя небольшие роли. Актеру было 56 лет. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь. Субтитры создавал DimaTorzok